Помните роман Жюля Верна «Плавучий остров»? Гигантское транспортное средство размером 5 на 7 километров, плавающее в международных водах. Его жители не подчиняются законам ни одного государства и строят идеальное общество. Настоящий рай на земле. Вот только в конце романа остров затонул. Но идея осталась, и сейчас обретают все больше сторонников. Один из них – основатель системы электронных платежей PayPal Питер Тиль. Для изучения концепции плавучих городов он основал даже специальный институт – Систедин. Дословно это переводится как «морское поместье». В будущем на основе его разработок Тиль планирует начать строительство городов в море. Таким образом решаются сразу несколько проблем. Невостребованность большей части поверхности мирового океана, перенаселение, нехватка ресурсов. Да и просто сюда могут переехать те, кому не нравится жизнь на родине. Более приземленный во всех смыслах проект «Китайский великий город». Хотя с «Великим» создатели, конечно, погорячились. Его площадь менее полутора квадратных километров. Предполагается, что он станет экопоселением с минимальным количеством выбросов и отходов. Все будут перерабатывать. Поскольку из-за климата использовать солнечные батареи невыгодно, обеспечивать город энергией будут ветряные электростанции. В центре разместят деловой район и жилые кварталы, а наружное кольцо станет экологическим парком. Примерно по такой же концепции будут строить Маздар-Сити в Объединенных Арабских Эмиратах. Здесь не будет привычных для страны небоскребов и огромного количества машин. Их заменит скоростной общественный транспорт и беспилотные такси. Предполагается, что здесь будут жить ученые и экологи, а также разработчики экологических стартапов. Не отстаем и мы. На острове Котельный в Северном Ледовитом океане планируется реализовать проект УМКА. Это модульное поселение, которое создадут на основе концепции Международной космической станции. Здесь будут жилые и научные модули. Плавучая атомная станция станет источником энергии. Тут же построят школу, больницу и даже аквапарк. Но дальше всех пошли японцы. Они хотят построить настоящие подводные города. Это будут гигантские резиновые сферы полтора километра в диаметре с населением 5000 человек каждая. По спиральной конструкции они смогут опускаться на дно, где будет базироваться завод по добыче полезных ископаемых. Кислород будут добывать из воды, а электричество получать за счет разницы давления и температуры. Стоимость проекта 25 миллиардов долларов. Кстати, в Советском Союзе нечто подобное уже существовало. Проект Ихтиандр. Это подводный дом, в котором на протяжении нескольких дней жили ученые. Задумка хоть и была признана успешной, но продолжения не получила. Так что пока человечество не научилось жить под водой, как об этом мечтал Жюль Верн.